В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Стоп дорожной войне в развилке, развязанная руководством ЗАУ совхоз имени Ленина. Мы пошли в рамках правого поля. Ну вот, все официально сделали, как положено. Продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Просто замечательно. Это, во-первых, не тратишь время. В муниципалитете прошел конкурс «Педагог года». Мне кажется, каждый из учителей в душе своих детей, своих воспитанников оставляет действительно прочный след. В конце марта мы рассказывали об окончании работ по ремонту дороги, которая должна была стать дополнительным выездом из поселка Развилка и тем самым разгрузить основную дорогу. Но работы пришлось приостановить из-за небольшого участка, принадлежащего ЗАУ совхоз имени Ленина. Руководство сельхозпредприятия идея сделать хорошую дорогу для людей показалась неинтересной. Поэтому лишь спустя полтора месяца появилась возможность завершить дорожные работы. В нашем сюжете мы расскажем подробнее о той непростой ситуации, которая сложилась и о том, как же все-таки удалось ее разрешить. В марте, когда снимался этот сюжет, окончание дорожных работ казалось было столь близко, что можно было следом снимать сюжет об открытии дороги. Но уже на следующий день вырос забор, перегородивший проезжую часть ровно в том месте, где она заходит на территорию ЗАУ совхоза имени Ленина. Руководство ЗАУ решило, что дорога жителям без надобности. Вышло постановление Министерства транспорта Московской области об изъятии земельных участков для нужд Московской области. Вышло постановление главы Ленинского городского округа о наложении и публичном сервитуте. Мы пошли в рамках правого поля. Ну вот, все официально сделали, как положено. Подрядная организация с утра понедельника на участке со стороны Каширского шоссе уложила верхний слой асфальта. Эти работы можно было бы завершить еще полтора месяца назад, и жители пользовались бы дополнительным выездом, значительно экономя время. Но руководство ЗАУ совхоз имени Ленина своими действиями остановило открытие дороги. Желание тех, кто хотел перегородить эту дорогу, было столь велико, что они не пожалели ни сил, ни материалов. Я бы при желании перемахнуть через этот забор могла. Вот машину проехать, к сожалению, не могут. Но сегодня забор будет демонтирован, асфальт положен до конца, и уже на днях здесь движение будет восстановлено. Действительно, в этот же день на участке появилась техника, и работы по устранению препятствия начались. Через полтора часа столь старательно возведенный забор был демонтирован, а сразу после началась укладка нового асфальта. Две часа осталось нам завершить дорогу. Когда люди смогут поехать по дороге? Завтра с утра все могут поехать, ядрись, и детский садик, и материал могут спокойно проехать. Уезжая в понедельник вечером, мы планировали обязательно вернуться утром следующего дня, чтобы убедиться, что данное обещание будет исполнено. Девять часов утра. Как и было обещано, дорога заасфальтирована, и по ней можно ехать. Машин пока мало, но слухи распространятся быстро, и скоро эта дорога станет оживленной, ведь дополнительный выезд из развилки очень нужен местным жителям. В Ленинском округе продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Медики и местные власти делают все, чтобы процедура была доступна для жителей всех населенных пунктов. Дмитрий Книга расскажет об очередном выезде мобильного пункта вакцинации. Жители Ленинского городского округа продолжают вакцинироваться от коронавирусной инфекции, чтобы охватить всю территорию муниципалитета, медики осуществляют выезды мобильных бригад. На этот раз пункт вакцинации развернулся в СНТ Мисайлова. Людей мы информируем с помощью местной власти, с помощью чатов, объявления, которые мы даем и в нашей амбулатории, и старший активно в этом задействован. Елена вместе с мужем решили сделать прививку, потому как ранее они стали невольными свидетелями тяжелого протекания болезни, когда инфекцию подхватили близкие родственники. Чтобы не заболеть самим, лучше подстраховаться. Это просто замечательно. Это, во-первых, не тратишь время. Ребята приехали, скорая, допустим, все договорились, вышли и просто сделали себе эту вакцинацию. Солидарен с Еленой и местный житель Дмитрий. Мобильный пункт вакцинации – хорошее решение для СНТ. Ну, конечно, это удобно. Не нужно выбираться через пробки в другой, не то что в другой район даже, а даже до Молковской больницы нашей проблема добраться, потому что пробки постоянные. Врачи призывают пройти вакцинацию все взрослое население. Однако не стоит забывать о противопоказаниях. Это наличие хронических заболеваний в стадии обострения. Это онкозаболевания и люди, которые находятся на специфическом лечении. Например, имея онкологическое заболевание, люди проходят химиотерапию. То есть это, естественно, является противопоказанием. Всем привившимся выдали специальные сертификаты. А позже мобильная бригада снова приедет в СНТ Мисайлова, чтобы провести второй этап данной процедуры. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Не прошло и месяца, как после прямых выборов прошло первое заседание нового созыва молодежного парламента при Совете депутатов Ленинского городского округа. 15 самых активных и деятельных молодых людей муниципалитета в этот день из рук главы округа Дмитрия Абаренова получили удостоверение членов Совета. Тему продолжит Юлия Пагасьян. Первое заседание второго созыва молодежного парламента открыл председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко, который поздравил парламентария вступлением в общественную организацию и предложил на должность председателя Ольгу Аносову. Ольга Сергеевна лично я знаю уже порядка 10 лет, на самом деле она около 15 лет в нашем районе, теперь уже в Ленинском городском округе ведет активную деятельность, общественную, политическую. Я знаю ее как добросовестного, неравнодушного человека, который как житель обращается и к органам власти местной, и государственной по решению каких-либо вопросов. Это способствовало развитию, на самом деле, таких гражданских институтов, взаимодействия здесь внутри нашего коллектива, и как Совета депутатов, и взаимодействия с различными общественными организациями. Для Ольги Аносовой это второй созыв и оба в статусе председателя. На новых коллег по общественной деятельности она возлагает большие надежды и надеется на продуктивную совместную деятельность. Для этого на первом заседании были созданы три профильные комиссии. Комиссия по нормотворчеству, малому бизнесу, экономике, благоустройству, и, соответственно, комиссия по социальным вопросам, куда входят такие аспекты, как образование, здравоохранение и работа с молодежью. Планируется ввести приемные дни, то есть когда наши члены молодежного парламента будут принимать население, но в основном молодежь, молодое поколение разговаривать о каких-то проблемах, помогать принимать решения. Удостоверение, подтверждающее статус членов парламента, молодым и активным вручил глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов. Глава отметил важное существование в округе такого молодежного объединения. Губернатор наш Андрей Юрьевич Воробьев ставит очень серьезные задачи по взаимодействию с жителями, по вовлечению их во все процессы. Хотелось бы, чтобы вы здесь были нашими помощниками, лучше вас никто не знает. Это молодежь, вы общаетесь, вы дружите, на вас, не побоюсь этого слова, равняются. В молодежный парламент вошло 15 человек. 10 из них были избраны путем прямых выборов, которые прошли в начале апреля. Лидером по подсчету голосов стал Илья Пономаренко. Какой-то предвыборной кампании я особое внимание не уделял, потому что я считаю, что нужно делами показывать себя. Поэтому так и получилось. Я надеюсь, что в молодежном парламенте мы будем меньше говорить и больше делать. Еще пятерых делегировали различные общественные организации муниципалитета. Впереди у парламентариев два года работы на благо жителей Ленинского округа. Юлия Пагасян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В Видновской школе номер 11 прошел финал традиционного конкурса «Педагог года». За звание лучшего учителя Ленинского округа соревновались Ирина Берстенева, Светлана Данилова, Татьяна Митрофанова и Екатерина Кузнецова. На мероприятие и побывала наша съемочная группа. Участники конкурса «Педагог года» на протяжении нескольких месяцев проходили различные испытания. Было пять испытаний, которые мы успешно прошли, вышли в финал. Подготовка конкурса ушла к финалу, готовился практически весь коллектив. Спасибо большое коллективу, я его благодарю, все поддержали. К финалу добрались только четверо. Татьяна Митрофанова – учитель истории и общества знания Видновской гимназии. Всем своим коллегам советует попробовать свои силы в таком соревновании. Конкурс «Учитель года» – это один из таких вот этапов, которые, я думаю, должен пройти каждый педагог. Он очень много дает и в плане профессионального роста, и в плане реализации себя, не только как педагога. Потому что практически, я думаю, все педагоги – люди творческие, новаторы своего дела. Название первого этапа конкурсной программы – «Педагог. Мое призвание». Участницам нужно было подготовить номер, в котором они рассказали историю о себе и о том, почему выбрали именно эту профессию. Учителем захотелось стать, потому что прочитала книгу Владимира Ивановича Бернацкого о том, что он проводил различные труды о биосфере, на сфере, проводил разные эксперименты. Ну, захотелось стать ученым на тот момент, но ученым не стало, зато превратил свой выбор, определилась в профессии учителя. Второй конкурс был посвящен Году науки. Третий – интеллектуальные испытания. Перед членами жюри стояла непростая задача – выбрать лучшую, ведь абсолютно все участницы справились с заданиями на отлично. Мне кажется, каждый из учителей в душе своих детей, своих воспитанников оставляет действительно прочный след. Ведь каждый из нас помнит своего первого учителя. И пусть сегодня определится лучше. Победителем конкурса «Педагог года-2021» стала учитель английского языка Витновской школы номер 7 Ирина Берстенева. Любой конкурс – это всегда вызов. И поэтому наша современная жизнь предъявляет огромное количество вызовов. Почему бы не ответить на один из них? С одной стороны, конкурс – это подведение итогов. С другой стороны, это возможность проявить себя. Ирина Берстенева получила благодарственное письмо главы муниципалитета и сертификат на 150 тысяч рублей. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы, прошли во всех населенных пунктах муниципалитета. На каждом торжестве главными героями были представители старшего поколения. В Центре социального обслуживания ВИРа события отметили тепло и по-семейному. Солдатской кашей и песнями военных лет. Слово Галине Житковой. Это радость со слезами на глазах. День Победы. Любимые песни и дорогие сердцу воспоминания в этот майский день согрели сердца 50 бабушек и дедушек. Многие из них были детьми, когда началась война. И близкие, как могли, оберегали их. В этот праздник я вспоминаю дядю своего, который пропал без вести в 1941 году. Он кадровый офицер на Ханкинголе, получил орден там все. Но в первые дни войны он пропал без вести. И вот сколько мы не предпринимали усилий его искать, мы его не смогли найти. В каждой семье Ленинского городского округа хранится память о героях Великой Отечественной войны. С каждым годом участников реальных сражений остается все меньше. И любое прикосновение к живой истории – памятный момент для последующих поколений. Конечно, и чествование ветеранов, и вспоминаем ветеранов, и тех, которых нет с нами сегодня, всем память отдаем. Но, конечно, делается вот это вот больше для живых, чтобы подольше они оставались с нами, чтобы были здоровенькие, чтобы настроение у них было хорошее. Для создания праздничного настроения участников торжества угостили настоящей солдатской кашей, которую приготовили повара войсковой части 52.096 из Петровского. Чем больше таких мероприятий, тем больше будет жизнерадостности и желания жить у людей. Вот они сейчас общаются, сидят, вы знаете, им хочется общаться. Родители сотрудницы Центра социального обслуживания «Вера» Натальи Светиной, Василий и Людмила Богдановы служили вместе. И в бессмертном полку они тоже рядом. Первый раз мы сделали выставку «Такой бессмертный полк». Сотрудники Центра предоставили фотографии своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Интересно очень получилась такая композиция. Праздник со слезами на глазах в Центре «Вера» продолжается. До 22 июня продлится выставка «Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее», героями которой стали видновчане прошедшей войны. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваренко. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok